Те решения, которые принимаются в Европейском Союзе, в Америке, они какой-то вообще логике даже не подлежат. На самом деле, вы абсолютно правы. Они настолько хорошо желают добра Украине, что фактически из-за них это всё развязано, и надо это признать. И я думаю, что они где-то в какой-то степени наслаждаются теми процессами, которые там проходят. И для них, наверное, может быть и очень важно, чтобы на Украине не было урожая, чтобы там, не дай бог, продуктов питания каких-то людей не было и так далее. Мы же это всё видим. Но что касается нашей страны, то по большому счёту, я скажу, что касается продовольственной безопасности страны, то благодаря Александру Горьевичу Лукашенко, нашему президенту, который ещё почти 30 лет назад во главу угла поставил развитие агропромышленного комплекса, и тогда многие скептики улыбались и посмеялись. Я вас перебью, прошу прощения, но, по-моему, если я не ошибаюсь, 2010 года полностью вообще решена проблема. В 2010 году у нас полностью, скажем так, решена проблема продовольственной безопасности. У нас сейчас другая проблема. У нас как реализовать на экспорт тот излишек продукции, который у нас есть. А на сегодняшний день фактически более 60% от всего производимого молока в стране мы экспортируем. И более 35% производимого мяса экспортируем. То есть мы себя не только накормили, но мы ещё составляющая стали экспортным потенциалом нашей страны. И вы же посмотрите, какие у нас цифры экспорта. Если в 2020 году экспорт нашей продукции составил 5,8 миллиардов долларов США, то за прошлый год уже 6,7. И вот смотрим даже январь месяца этого года. Мы в прошлом году почти миллиард добавили. Мы начали этот год, казалось бы, сложные опять какие-то нюансы, тонкости есть. Мы по январю месяцу сработали 127% рост экспорта к январю 2021 года. Практически там на 600 миллионов долларов за один месяц поставили продукцию. Поэтому это уже наш белорусский тренд. Мы без этого не можем. То, что мы своих людей накормим в любых сложнейших условиях, никто не должен в Беларуси за это переживать. Это я вам гарантирую, очень ответственно, что продуктов питания у нас в стране хватит.